В прошлом видео мы обобщили линейную функцию потребления. Мы сказали, что налоги, их сумма или совокупность — величина постоянная. Все это постоянные переменные. Можно рассматривать их как постоянную, которая станет нашей точкой пересечения здесь. Пользователь YouTube под ником Nilsen1337 задал интересный вопрос. Зависит ли налоги от совокупного дохода? В большинстве стран люди отдают часть дохода на налоги. База налогообложения растет по мере роста совокупного дохода, или ВВП. Уместно ли рассматривать это как постоянную? Это зависит от того, насколько точные расчеты нам нужны. Иногда мы можем просто сказать, что речь идет о некой сумме налогов, и мы рассматриваем некоторую их часть. Такой подход встречается в некоторых учебниках по экономике. Однако можно построить более реалистичную модель, исходя из предположения, что налоговая ставка зависит от совокупного дохода. То есть наше t будет равно некой ставке налогообложения. Это t строчное умножить на совокупный доход. В таких странах, как США, это порядка 30% совокупного дохода, или 20%. Каков бы ни был процент, он будет отниматься от доходов. Если делать так и подставить вот это вот сюда, то можно получить формулу потребления, рассчитанную через совокупный доход, с учетом того, что от него зависит налоговая ставка, чтобы показать это алгебраически, запишем эту формулу вот здесь. Совокупный доход равен предельной склонности к потреблению, умноженный на совокупный доход, плюс автономное потребление, которое у нас будет в любом случае, минус предельная склонность к потреблению. Вместо t мы напишем маленькое t умножить на у, или налоговая ставка на совокупный доход. Налоговая ставка на совокупный доход. Мы сделали это вместо t, написав t умножить на совокупный доход, что одно и то же. Но таким образом мы записали t как функцию дохода. Теперь можно расписать это, расписать через совокупный доход. Эти два слагаемых можно объединить, вот эти слагаемые. Выделим общий множитель c1 на у и получим… запишем это… Нет, давайте сначала выделим общий множитель, чтобы не запутаться. Получаем c равно c1 на у, предельная склонность к потреблению умножить на совокупный доход, минус предельная склонность к потреблению умножить, поменяем это местами или не будем, и так умножить на налоговую ставку. Не просто сумму всех налогов, но реальную налоговую ставку на доход. То есть, вот эти два множителя… И тогда у нас остается только автономное потребление, плюс автономное потребление. Здесь у нас общий множитель. Мы можем выделить c1 или у, или, по сути, предельную склонность к потреблению и совокупный доход. Это простые математические операции. Мы получаем совокупное потребление, равное… Запишем как c1 на… в скобках 1 минус t на у. Для верности можно все это перемножить. В таком случае у нас будет c1 на 1 на у вот здесь, и c1 на минус t на у вот здесь. И у нас остается автономное потребление. И в этом есть определенный смысл. Потому что если записать это таким способом, то можно просто взглянуть на вот этот множитель. Что это означает? Итак, если это 1 минус t на у, то при ставке 30% у нас будет 1 минус 30%, то есть 70%. 70% совокупного дохода — это то, что люди, по сути, кладут себе в карман. Вот это слагаемое. Здесь это располагаемый доход. Это располагаемый доход. При желании мы могли бы использовать другую переменную. Мы могли бы подставить ее вот сюда и сказать, что это располагаемый доход. И тогда мы могли бы построить очень простой график. У нас было бы два способа. Если бы мы хотели задать функцию совокупного дохода, график был бы таким. Теперь, когда мы расписали налоги как функцию совокупного дохода, пересечения по оси y… Итак, это совокупный доход. Пересечения по вертикальной оси у нас здесь. Это c0, а наш угол наклона будет вот здесь. Угол наклона будет равен c1 на 1 минус t. А вот здесь будет независимая переменная — наш совокупный доход. Можно сделать по-другому и задать другие переменные, например, располагаемый доход. Обозначим это как yd. И это равно 1 минус t на y. Это, по сути, будет равно тому, что у нас вот здесь. Теперь мы можем записать функцию потребления так. Это равно предельной склонности к потреблению, умноженной на располагаемый доход плюс автономное потребление. И это возвращает нас к самому началу. К ситуации, когда у нас был некий уровень автономного потребления плюс предельная склонность к потреблению, умноженная на располагаемый доход. Если бы мы хотели задать функцию располагаемого дохода, а не совокупного, то мы бы получили следующее. Это потребление, а это не совокупный доход, а располагаемый доход, или 1 минус t на y. Пересечение по оси у по-прежнему будет в точке c0, а угол наклона — это предельная склонность к потреблению. Это будет c1. Все эти функции подходят для расчета потребления, и я благодарен пользователю Нильсон1337 за вопрос, который ввел в замешательство меня самого. Потому что я смотрел на вопрос под тем же углом, что и его автор. Налоги — это функция, и во многих учебниках они рассматриваются как постоянное переменное. Однако на самом деле это делается лишь для упрощения вычислений. Но если не следовать этой тенденции, то все равно ясно, что совокупное потребление — это линейная функция совокупного дохода.